День народных художественных промыслов отмечался в минувшие выходные. В нашем регионе это искусство продолжают преподаватели и воспитники Ульяновской детской художественной школы. Направление изучают вместе с живописью, но именно декоративно-прикладное искусство помогает юным художникам понять создателей прошлого. Русский код во многих орламентах, которые повторяет нынешнее поколение, привнося в работы что-то свое. Это майданская роспись. В основном в классике в ней используются четыре основных цвета. Это красный, желтый, синий и зеленый цвет. Но здесь представлено чуть больше. Я решила сама что-то добавить своего. Я считаю, что надо продолжать и не надо забывать. Все-таки это наш русский промысел. У нас на Волге особенно много. Вот, как я сказала, в Нижний Новгород там хохлома родилась и городец. Поэтому у нас в Симбирске тоже развивается, например, из глины игрушки тоже есть симбирская игрушка из дерева. Дети изучают искусство разного рода, заинтересованы и после выпуска стараются связать жизнь с живописью. Выпускница Яна Белокопытова достигла успеха в том числе и в декоративно-прикладном творчестве. Мне очень нравится расписывать досочки разные. Мне кажется, это очень классно. И в целом я в Сириус поехала по этой программе и там мы расписывали керамику. Жостовская роспись, вологодское кружево, палецкая миниатюра, ростовская финифть – это только некоторые из видов художных промыслов, существующих в России. Современные мастера бережно продолжают традиции своих предшественников, сохраняя уникальные стили народного творчества.